привет друзья я рада вас приветствовать на своей кухне и на канале готовим и едим дома меня зовут елена вы уже многие знаете что на моем канале очень много разных блюд разной кухни всего мира сегодня я хочу вам показать простой завтрак которые едят в израиле в тунисе в арабских странах в египте все страны едят хлеб и мы не исключение сегодня я хочу вам показать хлеб чапати или пита это вроде бы одно и то же но есть в этом разница это это арабский хлеб чапати это индийские лепешки питу готовят из белой муки высшего сорта чапати готовят из цельнозерновой муки я считаю что цельнозерновая мука гораздо полезней она содержит много клетчатки хорошо влияет на пищеварение используют горячую воду я ее уже нагрела в чайнике берем еще морскую соль и нужно нам оливковое масло 30 40 грамм цельнозерновая мука отличается от белой муки высшего сорта посмотрите своим цветом она серая в ней содержится неочищенные отруби и она обрабатывается совершенно другим образом поэтому делает ее максимально полезной муки нам нужно 200 грамм если мы делаем питу из белой муки то пита нам нужно для пита нам нужно муки 300 350 грамм эта мука тяжелее поэтому расход у нее меньше вот муку мы просеяли она стала воздушная чистая тесто можно месить как руками также миксером а я сегодня это буду делать в чудо-печке эту печку я использую для выпечки хлеба для варки варенья и также замешиваю не тесто для пельменей или для этого хлеба нам нужно 200 миллилитров горячей кипяченой воды для этого я использую такой мерный стаканчик я пользуюсь мерным стаканчиком потому что здесь видно поделением наливаем воду далее нам нужно половину чайной ложки соли для этого я беру такую мерную ложечку который тоже очень удобно берем оливковое масло 30 40 грамм и муку все насыпаем если размешиваете руками то месим это тесто в течение 10 минут затем нужно будет немножечко убрать его подойти минут на 30 чтобы она остыла а я просто буду замешивать это все в печке ну вот тесто у меня помешалось печка сработала свое дело достаю его вот она такое получилось очень мягкая эластичная к рукам не прилипает далее мы вот этот колобок превращаем колбаску и нам нужно сделать из них из этой колбаски шарики тесто очень мягкая как видите я муку муку больше не использую и вот мы делим на маленькие шарики далее эти шарики мы катаем в кружочки размером с грецкий орех где-то и чтобы они у нас не заветривали мы их накрываем пленкой и дальше пока все шарики мы не скрутим вот у меня получилось 15 таких шариков и будем теперь по очереди каждый шарик раскатывать в тонкую лепешку лепешка должна быть ровной формы сковорода должна быть с толстым дном тяжелая лучше чугунную брать кладем на сухую сковороду наш блинчик и смотрим сразу как будет появляться у нас пузырики вот как вот эти вот маленькие пузырики у нас появляются мы блинчик должны перевернуть на другую сторону и вот мы видим пузырики начинают появляться с другой стороны далее мы перекладываем на решетку и ставим над открытым огнем пито готовится по тому же самому принципу если у вас нету открытого огня то можно готовить в духовке только в духовке будет подниматься немного дольше чем здесь здесь процесс идет гораздо быстрее вот посмотрите как он надулся и как произошел наш процесс вот такая получилась надутая лепешечка нужно только следить чтобы она не обгорела сильно по краям или в центре немножечко поджариваем и все и делаем следующие лепешки ждем когда вот поднимаются вот эти вот пузыречки как они поднимаются вот по окружности видите вот они дошли все вокруг переворачиваем на другую сторону держим на другой стороне минуту они дальше продолжают видеть подниматься края поднимаются кверху значит идет процесс далее берем решетку переворачиваем на решетку и ставим на открытый огонь на горелку и переносим на решеточку ждем пузыриков происходит это достаточно быстро пекутся они моментально как вы увидели уже главное чтобы была хорошая сковорода с толстым дном и открытый огонь вот такой получается у нас хлебушек чапати вот я сейчас покажу вам что получается у нас внутри разрезаем ножницами и внутри у нас вот такой карман сейчас покажу вам что кладут в этот карман сейчас я вам скажу какой завтрак можно сделать из этого хлеба чапати или пита нам нужны овощи помидор болгарский перец любая зелень который вы любите салат и сыр брынза или фета приступим помидор нарезаем тоненькими полосочками нарезаем перец берем наш кармашек кладем туда листик салата кусочек сыра помидор помидор Болгарский перчик И любимую нашу зеленушку Я вот люблю позилик Люблю укроп Петрушку Посмотрите, как получилось нарядно Разные цвета И очень удобно это кушать Ну вот я вам сегодня показала Очень вкусный и полезный завтрак Это вот эти кармашки чапати Индийская еда Я очень люблю крепкий свежеваренный кофе И с кофе очень хорошо будет употреблять эти чапати Тоненький очень хлебушек Буквально один миллиметр А там разная начинка И сыр И зелень И помидорка И перчик Очень полезно И очень вкусно Желаю вам всем доброго, счастливого утра И вкусной, здоровой еды А сегодня я с вами прощаюсь Желаю вам здоровья, добра И готовьте полезную и вкусную еду Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok